Итак, отстрелялся по гайдам с рейдом. Кто если не мы, как говорится. Теперь будем рассказывать об остальных новых активностях и новом контенте, что появился в игре. Да, прикинь, есть и такой. Да-да, не удивляйтесь! Чаша изобилия. Новый релик в вашем инвентаре. К счастью, теперь все квесты и контракты перенесли в отдельную вкладку. И этот отдок в сумочке вашего стража закончился. Всем привет, Марта! И сегодня я снимаю для вас видео, что в моей сумке. Зачем она нужна, как ею правильно пользоваться и как получить. Все в этом видео. Меня зовут, кстати, Джонни Лейни и это канал Трипл Вайп. Начнем с простого. Как чашу получить? Для этого ты должен иметь годовой абонемент и зайти к Бенедикту. Тому самому. Он теперь поднялся, больше не подметает, а Кордо стоит в новом крыле башни и передает поручение Императора. Потом отправляйтесь на Несс в могилу Смотрителя. Знакомимся с Вернером 99, тенью фреймов на барже Императора. И продолжаем квест. Этапы квеста элементарные и понятные. Бегай, знай по Нессу и следи за картой. Не буду все разжевывать. После того, как квест будет сдан, у вас в инвентаре будет готовая чаша изобилия. Выглядит ее меню будет примерно как-то так. Чаша, кстати, общая на всех персонажей, то есть любое действие с ней на одном персонаже будет актуально и для другого. Теперь давайте разберемся, что со всем этим делать и как качать. У нас в группе выходила статья, в которой наглядно показывался рекомендуемый порядок прокачки перков. Вот как-то так он выглядит. Ячейка Сила и Эффективность 1 откроется после окончания квестовой цепочки. Потом вам нужно будет прокачать второй слот этой категории, Сила и Эффективность 2, для того, чтобы получить возможность получать Империалы за свои игры в плейлистах Налетов, Гамбита и Гарнила. Также, если вы открываете этот слот, фреймы Бенедикт и Вернер начнут продавать вам вот такой ресурс, Богатство Императора. Он работает как баф и позволит с большей вероятностью получить Империалы, но их можно купить только 3 на аккаунт за раз. Я бы сказал, что только 3 в неделю, но по какой-то неведомой мне причине у игроков появилась возможность купить эти карточки повторно дважды за неделю с разницей в 4 дня, если не путаю. Возможно, ресетится именно так. Потом нужно прокачивать все уровни совместимости рун, чтобы вам начали падать руны другого цвета, кроме фиолетовых. Из красных, зеленых и синих рун вы уже сможете сковать что-то поинтереснее, вроде сетов брони, револьвера, снайперской винтовки и так далее. Ну а после прокачивайте остальное. К тому моменту ресурсов будет достаточно. Вообще, внимательно читайте описание, там прям максимально подробно описано, что даст вам прокачка каждой кнопки. Но как ты, наверное, уже знаешь, для прокачки чаши вам необходимы империалы, новая валюта. А она у многих в дефиците. И когда смотришь, что для прокачки какой-то ячейки нужно 5000 или 8000 империалов, как-то становится стрёмно. Получить эту валюту можно из нескольких источников. Выполнять триумфы в разделе паноптикум. Стартовый капитал по империалам можно набрать в самом паноптикуме. Просто соберите нормальную команду и завершайте каждый этап за отведенное время. За каждый выполненный триумф вы будете получать аж по 500 империалов. Кстати, на паноптикуме есть секретные триумфы. Пишите в комментариях, нужно ли рассказать о них в отдельном видео. А еще может получиться так, что последовательность комнат в паноптикуме будет не той, что вам нужна. Поэтому сообщаю. Этапы можно пропускать. Для этого нужно просто потрогать голограмму Калуса, которая запускает этап, но ничего не делать. Покопайтесь в это время в инвентаре, потому что задолгое бездействие просто так вас может выкинуть на орбиту. Выполнили все триумфы, на которые хватило сил. Где еще брать имперские монеты? У Вернера, ну и у Бенедикта есть баунти. Контракты. Выполняйте их. За первое прохождение вам еще дадут триумф на 500 империалов. А если у вас три персонажа, выполняйте все контракты на каждом. На это есть тоже триумф и опять же награду накопите в общий банк аккаунта. Ну и если вы вкачали чашу в правильной последовательности, то есть у вас уже вкачана сила и эффективность 2, играйте в любые плейлисты Гарнила, Налетов, Гамбита, самого паноптикума. Падать империал будет редко, но если опять же юзать тот баф от фреймов, то шанс слегка будет увеличен. Классно, монеты вроде как начали появляться, теперь надо решить что ковать и как ковать. Для крафта нам нужны руны. Самый верный и быстрый фарм рун, как бы вам этого ни не хотелось, в Гарниле. Просто потому что любой матч Гарнила короче Налетов или Гамбита, как правило. Собирайте друзей, вместе покупаете баф сборщик рун у Вернера или у Бенедикта, активируете всей командой и идете в быструю игру Гарнила. Чем больше людей баф активирует, тем больше будет рун, но мне падало пока что не больше двух за раз. А опять же, если вкачана сила и эффективность 2, то вы еще и империалы можете получать за эти матчи. Выгодно! Также руны можно получить из сундуков на барже Вернера. Они общие на аккаунт, их очень много. Из каждого вы получите по 150 империалов и по руне, ну или по 2, разного типа. Открыть один сундук стоит 5000 блеска. Так что сначала слетайте к пауку и закупитесь им. Понятненько? Понятненько. Осталось разобраться, как ковать нужную шмотку. Для этого вам необходима таблица. Вот она. Полностью переведенная на русский язык нашей командой и подготовленная для вас, дорогие зрители. Тут вам как ковать классовый предмет, и как ковать пушку из паноптикума, и как ковать шлем. Любую часть сета, можете даже наконец наролить себе блюз пыльных камней. Короче, возможностей море, ассортимент богатый. Главное, руны успевай вбрасывать. И да, на момент записи этого видео, для сундука в паноптикуме действует старый добрый баг. Который уже много раз случался с подобными наградами в игре. Боже, даже баги переносят. Открываете сундук, бежите в соседнюю локацию, вставляете новые руны и возвращаетесь к сундуку. Таким толком, можно и шмот выформить, и империалы, вам так могут упасть опять же. И нет, за это никого не забанят. И да, это могут очень быстро пофиксить. Так что, пользуйтесь, если надо. Ссылку на таблицу с рунами я, конечно же, кинул в описании под видео. Надеюсь, прояснил главные моменты. Ну а если у вас по какой-то причине все еще остались вопросы о чаше, о паноптикуме, или я забыл о чем-то упомянуть, оставляйте все в комментариях. И, возможно, в следующих роликах разберем и остальные моменты. Если было полезно, подпишись на канал, не забудь поставить лайк и услышимся в следующем ролике. Пока!